Калину мы всегда заготавливаем на зиму наряду с другими ягодами, которые растут у нас на даче. Перетираем через сито, удаляя косточку и шкурку, а затем добавляя сахар, получаем объеденное варенье. К тому же еще и очень полезное. Вместе с другими ягодами используется в виде чая, который обладает противовоспалительным и общеукрепляющим действием. Также калина очень хорошо помогает при лечении бронхита и воспалении легких, так как обладает отхаркивающим действием. Благодаря большому количеству витамина С, калина неплохо справляется с вирусами. Ягоды калины способствуют хорошей работе пищеварительного тракта и обладают сильным спазмолитическим действием. Кроме того, калина хороша при зубных заболеваниях, особенно парадонтозе. Собирают калину поздней осенью. Лучше после первых заморозков. Ее можно просто связать в пучки и вывесить в проветриваемом помещении или просто на улице, а можно сделать варенье. Ягоды также используются для приготовления пирогов, морсов, компотов. А еще ягоды калины снижают давление. Поэтому тем людям, у кого с этим бывают проблемы, можно периодически использовать эту ягоду. Чтобы заготовить ее на зиму, ее можно сушить, сразу перетирать с медом или сахаром, чтобы зимой лечиться. Но я пользуюсь и другим способом. Я сортирую по целлофановым пакетам, в какой положу одни ягоды, то есть освобожу от зонтиков, а в какой вместе с зонтиками и все пакеты отправляю в морозилку. А когда потребуется, я достаю из морозилки, завариваю кипятком и пью как чай, смотря что нужно подлечить. А когда калина оттаивает, ее также можно перетереть с медом или сахаром. Когда завариваю ягоды и когда у меня, например, кашель, болит горло, нужно полоскать отваром горло и лечиться при этом даже охриплость голоса. Калина полезна в любом виде. Если понравилось видео, нажмите лайк и подпишитесь на канал.